Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня ремонтирую большой телевизор Sony 43-ти диагонали, жидкокристаллический. Телевизору от роду чуть более пяти лет, выпущен он в октябре 2016 года. Модель KDL43WD752. Аппарат имеет внешний блок питания в виде адаптера, а неисправность, как говорится, заключается в следующем. Все работает, только не показывает. Но проблема не в пресловутой подсветке матрицы, она-то как раз исправно работает. При ярком освещении это не всегда можно различить, но если слегка постучать по экрану, то видны яркие просветы, значит подсветка работает. Разбирается телевизор несложно. Задние крышки крепятся по классике, саморезами с обычными крестовыми головками. С нижней стороны крепятся ножки, каждые двумя винтами. Винты в свободном доступе. На этом кадре можно еще раз убедиться, что подсветка матрицы работает. Плата таймконтроллера маркирована буквами АУО, что обозначает AU Aptronics. И ничего удивительного, что матрица той же фирмы. Модель T430HVF03.1. А системная плата родная, оригинальная фирмы Sony. В случае искажения или полного отсутствия изображения на жидкокристаллическом экране, следует начинать ремонт с промеров напряжения на плате таймконтроллера. В этом конкретном случае, как видите, питание 12 вольт на плату поступает. Но, к сожалению, на эти модули очень сложно найти электрические принципиальные схемы. Зато почти всегда контрольные точки подписаны непосредственно на плате. Обозначения у разных производителей схожи и в них несложно разобраться. Например, это точка 3,3 вольта, точки VGL, VGH, а также точки контроля опорных напряжений гамма-корректора. Пробежавшись вольтметром по этим точкам, можно понять, что с питанием на таймконтроллере все в порядке. Теперь, если есть арциллограф, можно посмотреть, а есть ли что-нибудь вообще на сигнальных шинах. На этом шасси по сигнальным шинам между выходным разъемом и процессором установлен некий контроллер. Для подключения щупа осциллографа одной из дорожек, идущую из процессора, пришлось зачистить от лака. На выходном разъеме сигнала нет, на и грани осциллографа одни лишь наводки. А на одной из дорожек LVDS, выходящей непосредственно из процессора, есть сигнал. Значит, скорее всего, не работает микросхема, установленная на сигнальной шине между процессором и разъемом. Пытаясь найти принципиальную схему, я наткнулся на несколько тем на разных форумах, посвященные данной проблеме. Оказалось, проблема не нова, и сигнальный контроллер, обозначенный логотипом Sony D4758, не работает по причине отсутствия питания. Расположенная неподалеку пятиногая микросхемка должна выдавать 1,2 В. Это напряжение выходит с пятой ножки, а питается микросхема с первой ножки от напряжения 3,3 В. Эта микросхемка низковольтный параметрический стабилизатор с возможностью внешнего включения и выключения. Минусовой щуп мультиметра на корпусе, а второй щуп подключаю к выходу указанной микросхемы и вижу, что напряжение 0,53 В, что гораздо меньше, чем 1,2 В, требуемый для питания контроллера. Обозначение оригинала выяснить не удалось, зато известен аналог LD3985M122R. Индекс в конце 122 обозначает выходное напряжение 1,22 В. Различных микросхем в этой серии 9 штук с выходными напряжениями от 1,2 до 4,7 В. Но как это часто бывает, в нужный момент ни оригинала, ни замены у меня не нашлось. Поэтому пришлось приколхозить трехногий стабилизатор серии 1117 на напряжение 1,2 В. Потребление сигнального контроллера в холостом режиме всего лишь десятки милливатт, поэтому то, что стабилизатор неотключаемый, на нагрузке дежурного режима практически никак не скажется. «От령уеты» Продолжение следует... На нескольких форумах утверждается, что этот контроллер это ускоритель сигналов. Не буду это категорически оспаривать, но мое мнение, что это просто корректор уровней. Ну и как видите, контрольная проверка показывает, что сигналы теперь есть на входе и выходе этого устройства. Ремонт окончен. Видео тоже подходит к концу. Надеюсь, вы извлечете из него какую-то полезную информацию для себя. Всего вам хорошего. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...